Упражнение обновляет ситуацию, и вы говорите о том, что в этой ситуации вы в нее выживаетесь, и, соответственно, что вы чувствуете, думаете, делаете. И, соответственно, каждый из вас будет давать свою короткую обратную связь, дорожка у вас получилась. И, соответственно, в ходе нашего семинара вы эту информацию в том числе вы видите искусство. Ситуация следующая. Вы очень давно не видели своего друга, близкого друга, с которым очень-очень не хотите и надо бы пообщаться. Но на работе у вас ситуация критическая, она очень занята. Но, тем не менее, вы готовы, ну, то есть, время выкроить, это с трудом получается, да, но вы готовы, вам нужно, и он очень хочет вдруг пообщаться, да, то есть, и есть вам что обсудить, вам нужно встретиться. То есть, это вот как бы есть такое, ну, сильное стремление, да, у вас как минимум. Да, то есть, и вы договорились встретиться в обед. У вашего друга есть привычка опаздывать. И вы это знаете. Но, с учетом того, что вы это знаете, да, вы его предупредили заранее. Насколько у вас ситуация критичная. Насколько вам нельзя, чтобы, ну, то есть, у вас всего, там, 40 минут для, ну, для этого обеда, для этого обсуждения. И вы согласовали с ним время так, чтобы, вот, он точно не опоздал, да, то есть, и предупредили, вот, все-все-все сказали, что нужно. Да, то есть, и также вы ему сказали, что у вас следующая встреча. Поэтому, ну, то есть, уйти, ну, то есть, позже, ну, то есть, затянуть встречу невозможно, потому что это, вот, сложно. Вы приехали в ресторан, а друга нету, он опять от вас бывает. Уже на 20 минут. Что вы думаете? Задали, да? Чувствуете? Делаете? Пока ждете. Когда он приходит? Что вы думаете? Чувствуете? Делаете? Окей? Угу. То есть, постарайтесь дружиться в эту ситуацию. У вас, в принципе, у вас 10 минут. Спасибо. Ну, на самом деле, да, то есть, мы сейчас просто все запомнили, ну, мы как бы помним, что мы говорили и что мы писали, да, то есть, и уже по мере нашего занятия, да, то есть, вы будете просто в том числе оценить, какие центры у вас были задействованы, когда вы проживали эту ситуацию, да, то есть, и какие центры смешивались с чем-то, кто говорил больше о чем, кому легче, ну, то есть, несмотря на то, что, в принципе, было задание, ну, то есть, примерно, как бы, равно по центрам пройти, да, то есть, ну, если вы заметили, кто-то говорил больше о мыслях, кто-то о стратегиях, да, кто-то говорил больше о действиях, кто-то, ну, то есть, и так далее. Вот, поэтому, тоже, ну, то есть, обращайте внимание и, ну, запомните то, что мы сейчас и поговорили про чувства, да, и в том числе, когда делали, когда делали это упражнение. А сегодня, как я вам сказала, мы будем говорить о оцарах. Я напомню, да, то есть, мы, у нас в гониаграмме, да, то есть, принято считать, и, ну, как бы, это основано в том числе на том понимании, да, работы человеческой, там, психики, тела и так далее, ну, известного в психологии, в том числе, вот Джейм об этом говорит, да, что у нас есть три центра, да, первый центр – это инстинктивный центр, второй центр – это эмоциональный центр, то есть инстинктивный центр, его еще иногда называют центром живота, эмоциональный центр называют центром сердца и интеллектуальный центр, его называют центром головы. За что отвечает каждый центр? Мы также говорили, что линеограмма – это теоретическая система, мы говорили о треугольнике, мы говорили о том, что… Инстинктивный центр, на самом деле, если мы говорим о сущностном состоянии, то инстинктивный центр – это путео и присутствие здесь и сейчас. Это заземленность, это глубокое принятие реальности, того, что есть на самом деле здесь, сейчас. Вместе с тем, с учетом того, что в системе структур личности и эго, то есть этого не происходит, а эго работает в области сопротивления реальности. Мы тем или иным способом в этой реальности сопротивляемся. То есть и в том числе, каждый из вас и каждый из нас, и я бы делала так же, как и вы это упражнение. То есть мы в той или иной степени этой реальности сопротивляемся. То есть делаем это упражнение в том числе. И, соответственно, когда мы сопротивляемся реакцией, у нас происходит… то есть мы чувствуем напряжение, включаем напряжение в теле. И, соответственно, инстинктивный центр – это в том числе о напряжении, о том, что мы чувствуем в теле. Насколько мы сжимаемся, насколько мы как бы… И плюс, да, еще границы. То есть границы, то есть ты должен меня уважать, учитывать мое время, учитывать мои интересы. или же я буду себя уважать. То есть для того, чтобы не реагировать и принимать, я должен сам себя занять чем-то, чтобы… Я буду себя уважать. То есть фактически инстинктивный центр – это потеря… То есть на самом деле в истинных качествах – это существенное бытие. А в искаженных качествах – это напряжение границы. Ну и в любом случае, да, все мы, как бы, в этой системе действуем… Это напряжение границы. Эмоциональный центр, да, то есть в самом деле это центр сердца. Это истинное, аутентичное, подлинное бытие. Да, либо открытость, наша открытость тем умением, да, мы не отказываемся. То есть мы не открыто защищаем свое сердце, да, то есть и в том числе с учетом того, что мы уже в какой-то степени потеряли… ну то есть мы сжались, да, то есть мы создали напряжение, нам надо как-то компенсировать, да. Соответственно, мы начинаем думать, а кто я есть, да, и создается эго-версия нашей идентичности, нашей самости, ну того, кто я есть на самом деле. Да, то есть и у каждого из типов своя эго-версия того, кто я есть, да, то есть это мы в том числе и называем образами себя, которые мы защищаем, либо защищаем, либо показываем людям, либо скрываем и так далее. То есть и фактически вот эмоциональный центр, да, то есть это либо об открытости сердца и подлинном бытие, да, либо о нашей ложности, о ложной идентичности.